1020 тонн старой техники в утиль. Таковы результаты масштабной экологической программы Школы утилизации и электроника в 2019 году. Ее итоги подвели на торжественном мероприятии в Доме правительства Московской области. Участие в проекте приняли учреждения образования, здравоохранения, органы региональной и муниципальной власти. Я очень рад, что акция набирает обороты. Мы с вами собрали еще больше этих отходов, техники, электроники. У нас их уже больше тысячи тонн. Это неплохой объем. Я рад, что эта акция пошла и в другие субъекты Российской Федерации и там тоже становится популярной. К школе утилизации присоединились Тамбовская, Тульская, Ивановская, Волгоградская области и Республика Мордовия. И все же Москва, и область лидируют в сборе и переработке электронных отходов. А почти половина этого успеха – результат работы образовательных организаций Подмосковья. Более 14% от общего количества отправленной в утиль техники собрали учреждения здравоохранения. Впервые за 4 года существования программы на переработку сдавали старое медицинское оборудование. Второе место у Красногорской больницы номер 2. Но мы как врачи понимаем, что старую технику отдавать природу практически нельзя. Ее нужно как следует утилизировать. Если идет речь об органических отходах, с ними проще. То, что природа забрала, отдала, то она и забрала. Электронную технику природа без нашей помощи забрать к себе не может. Мы знаем, что периоды полного разложения, периоды полураспада различных веществ, искусственно созданных человеком, не принимают. Периоды полураспада, они достаточно длительные. Это десятки лет, сотни лет, а в некоторых ситуациях и тысячи лет. Победителям и призерам школы утилизации вручили не только почетные грамоты и памятные статуэтки, но и мандариновые деревья, как символ экологической программы.